Детский сад «Сказка» В течение августа этого года во время рабочей поездки глава региона инспектировал ход строительства объекта. В следующем году посмотреть, где открыть очередной детский сад, радовать родителей, а главное наших ребятишек. Очень хотелось бы, чтобы они были счастливы, этот дом стал им родным. Поздравив с радостным событием, губернатор наградил отличившихся работников подрядных организаций почетными грамотами правительства области и благодарностями губернатора. А заведующий дошкольное учреждение вручил подарочный сертификат на сумму 1 миллион рублей для приобретения необходимого оборудования. Дорогие наши гости, ну и конечно, в Острогорске родители, бизнесмены, конечно же, вы ребята. Этого события очень долго ждали. Наверное, на 90-х лет в Острогорске. И вот сегодня эта сказка накануне Новгорода настала ядер. Вот появилась такая красивая сказка. И сегодня, ребята, могут получить здесь хорошие возможности для того, чтобы в дальнейшем растить и развиваться. Последний детский сад в Острогорске был построен 20 лет назад. Новое здание соответствует всем современным стандартам. К работе детский сад приступил 12 декабря. В настоящее время его посещают 37 малышей. Всего же дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест и 4 возрастные группы. Большой приток детей в садике ожидают после новогодних праздников. Мы давно работаем уже в этом саду еще с постройки. С начала строительства его каждый из наших членов коллектива приложил свою руку. Поэтому, я так думаю, что частичка нашей работы отразилась здесь. Естественно, нам здесь нравится, потому что мы уже знаем каждый уголок этого здания. Соответственно, и если прибывают нам новые дети, для нас это только радость. После небольшой концертной программы – экскурсия по зданию детского сада. Общее стоимость строительства и оснащения его составила более 78 миллионов рублей. Финансирование велось за счет средств областного и муниципального бюджетов. Помещения каждой возрастной группы выдержаны в определенном цвете. Санитарным требованием отвечает детская мебель, сантехническое оборудование. Губернатору продемонстрировали и технические новшества – мультимедийное оборудование. В здании площадью без малого 2600 квадратных метров есть универсальный музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет, процедурная, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, прачечная. В штате дошкольного учреждения 23 сотрудника. Еще одно достоинство нового дошкольного учреждения – 4 новых игровых площадки с теневыми навесами и одна спортивная. Еще один объект посещения губернатором – площадка строящегося дворца бракосочетаний. Решение о его строительстве было принято во время рабочего визита Алексея Гордеева в Острогурск в середине августа. Общая площадь нового дворца бракосочетаний будет 787 квадратных метров. На первом этаже здания будут располагаться зал бракосочетаний, зал шампанского, комната жениха и невесты, кабинет руководителя, приемная. Один из двух входов на первый этаж предназначен для маломобильных групп населения. В настоящее время завершены работы по устройству котлована и каркаса фундамента. Ведется монтаж фундаментных блоков наружной сети водоснабжения. После посещения строительной площадки губернатор провел рабочее совещание в кабинете главы администрации Острогурского района Сергея Хорошилова. О чем шел разговор Алексей Гордеев рассказал журналистам перед тем, как отправиться дальше в Подгоренский район. Мы в Острогурском районе сегодня посмотрели уже завершение текущего года, имея в виду выполнение всех кланов строительных, ну и в первую очередь именно социальных объектов. Важно отметить, что научили мы строителей работать в пределах нормативных сроков, то есть вы видите, если мы уже заложили объект, то строим его вовремя и достаточно с высоким качеством. Конечно, для Острогурска эти объекты носят очень важный характер, но кроме этого мы обсуждали сегодня проблемы. Я провел совещание и с участием депутатов областной думы и инвесторов, которые сегодня активно здесь развивают промышленность. Темы разные обсуждали, в частности, серьезная тема – это высказывать претензии жителей к работе сферы ЖКХ. Все, что касается, например, поставки тепла и, соответственно, тарифов, здесь тоже надо еще раз вникнуть. Я уже пару раз вникал, и мы добивались того, чтобы не было тут такого, знаете, неоправданного роста на эти услуги. Говорили мы о том, как нам продолжить строительство социальных объектов, опять же, ликвидировав очереди в следующем, но максимум через год, в дошкольные учреждения. Строительство, конечно, здесь уже прям вырисовывается и дворца культуры Острогорск, большой город, и здесь нету такой инфраструктуры, где могли и взрослые, и в том числе молодежь, обеспечить досуг и прикоснуться и в плане, так сказать, культурного развития иметь многофункциональный такой подход. Можно посмотреть, как эти вопросы решены в Россоше. Тема обеспечения водой. Есть несколько здесь крупных сел, куда тоже необходимо прийти с современной инфраструктурой. Мы наметили эти планы на следующий год и на ближайшие три года, имея в виду, чтобы Острогорск не снижал темпы развития. Ну и вопрос остается, конечно, контроль за работой власти, включая поселенческий уровень, сделать так, чтобы там и качество услуг государственных, муниципальных обеспечивалось, но и при этом не было избыточное количество чиновников. Продолжение следует...